Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире «Актуальная тема» в студии Баэрма Роднаева. У нас в гостях сегодня девушка, имя которой, наверное, знают сегодня все пользователи интернета, Зоя Ангаренова. Здравствуйте, Зоя! Здравствуйте! Ваша история очень впечатлила многих, разошлась быстро во всех пабликах, во всех аккаунтах, можно встретить, узнать, прочитать о том, что сейчас вы, к сожалению, боретесь со сложным диагнозом рак шейки матки, и вы собираетесь уехать лечиться, в том числе, в Акинский район. Расскажите, пожалуйста, как пришла такая идея к вам? Почему считаете, что Акинский район вылечит вас, поможет продлить жизнь? Да, действительно, с самого начала, если начать, да, действительно, моя история получила широкую огласку, неожиданно для меня это, не был посыл к этому, но я рада, что действительно такая огласка. Почему именно туда? В принципе, я люблю путешествовать, но именно Акинский район, он был как-то в пределах мечтания, что когда-то, когда-нибудь, ну вот после всего, всех событий, я подумала, почему бы не сделать поездку со смыслом? Не просто посмотреть, не просто действительно показать красоту, хотя действительно там есть на что посмотреть, но и сделать ее смысленной и полезной, может быть, не только для себя, поэтому так все. Вы никогда не были в Акинском районе? Нет, никогда, только по картинкам. При этом вы очень любите ходить в горы, раньше часто ходили, да? Я люблю пешие походы, посмотреть на природу, да. Расскажите, пожалуйста, на сегодняшний день какая ситуация вот с диагнозом, как он точно звучит? Ну, я, скорее всего, успокою всех и принимаю сейчас сторону. Были такие отзывы, что, возможно, это суицидная поездка, зачем ехать с таким диагнозом. Успокою сразу, действительно, у меня сейчас не ремиссия, но такой период, когда все и неплохо. У меня действительно все неплохо, поэтому сейчас пока просто наблюдения идут. И думаю, вот в этот промежуток, в это окно я могу себе помочь и, в принципе, и с пользой, я еще раз повторюсь, с пользой провести время, пока никто не будет обследоваться. А время обследования просто. Вы уже прошли курс лучевой терапии, да? Да, два курса я прошла уже. Сейчас стадия заживления после лучевой терапии, стадия осмотра. И дальше уже будет видно, какое уже будет течение дальнейшего. Думаю, что все будет хорошо, я уверена. Диагноз рак шейки матки, стадия? Третья. Третья стадия. Расскажите, пожалуйста, когда вы узнали о диагнозе, была же предраковая ситуация, когда врачи начали сначала пить тревогу? Да, изначально меня предупреждали, неоднократно говорили на профилактических осмотрах, то есть у меня есть сопутствующие заболевания, а это полиартрит, и просто придя на получение дополнительных рекомендаций, остановилась на гинекологе, к сожалению. Но это все по моей вине только, поэтому были предупреждения однократные, когда все можно было бы одним днем решить и достаточно безболезненно. Ну, да, к сожалению, все затянулось именно так. Ну, думаю, все еще неплохо. То есть была дисплазия? Да, да, и предупреждения были, но я работала, и все время но-но, потом, позже я обязательно приду, и эти обещания с моей стороны привели к такому результату. За сколько времени прошло? В течение трех-четырех месяцев примерно такая картина изменилась, да. Да, ну, это на фоне, возможно, работы, может, вредных привычек, да, и курения. Все это сложилось. Вы курите? Курила. Курила. Сейчас я уже, да, сейчас. Конечно, конечно. Когда вы поняли, вам сказали, что вот подтвердился диагноз, что вы почувствовали? Ну, я ничего такого страшного не почувствовала, потому что это не приговор, и достаточно хорошие прогнозы были, и врачи меня успокоили. Я подумала, ну, пролечусь и дальше к работе вернусь. Поэтому я не сказала бы, что я почувствовала там в шок. Нет ничего такого. Поэтому спокойно. Вначале спокойно, да. Писали о том, что вы призываете больных не закрываться, то есть не замыкаться вот вокруг своей болезни, вот и как-то не уходить в себя. Как вы поняли, что так нельзя делать? Да, не замыкаться. Действительно, это… Я не знаю, как эта замкнутость начинается конкретно. С чего? Ну, вот… Либо это на каком-то гормональном фоне, либо того, что я сейчас в статусе безработного, безделия. Все это накладывается. Может быть, действительно, где-то не поделишься с мыслями. Думаю, да. Лучше не замыкаться. В любом случае. В любых проблемах, я думаю, это не только если рак или что-то такое. Думаю, да, действительно, лучше поделиться, чем доводить ситуацию до каких-то срывов. В один из дней вы решили просто выйти в прямой эфир и рассказать о своем решении. Сколько человек посмотрели тогда прямой эфир? Это было мучше? Тысяча. Я как бы не смотрела. Мне стыдно, конечно, смотреть. Я думаю, что это было ненужное. Что-то вначале было такое. Ну, после того, как мне начали писать, писать, я подумала, что пусть остается. Как знак того, что, ну, вот, не стоит, просто не стоит доводить себе до такого. Почему вы решили в прямом эфире им сообщить? Расскажите о своем решении. Нелогичный, наверное, поступок был. Я, может, это какой-то бессознательный порыв. Просто порыв. Это был эмоциональный такой выход. Это никак не запланированно было. Это просто вспышка. У вас сейчас слезы наборачиваются. От чего? Немножко волнуюсь. Волнуетесь. Реакция людей вас удивила? Вы ожидали, что такой резонанс будет? Очень, очень удивило. Скажите, пожалуйста, как себя повели врачи? Что говорят? Мы сегодня общались с одним из представителей Республиканской больницы клинической. Они хотят прям настаивать на том, чтобы вы в феврале прошли еще обследование дополнительно. Вы соглашаетесь с этим? Или вы все-таки согласны с той картиной, которая уже сегодня ясна? Если сказать, когда был всплеск эмоций, тогда был отказ от лечения. Сейчас, наоборот, у меня сейчас настроение хорошее. И действительно реакция людей была такая в помощь. И со стороны врачей, да, действительно, врачи забили тревогу и решили помочь. Поэтому сейчас все хорошо, и будут новые обследования. Поэтому готовлюсь только к лучшему. И все рекомендации врачей я буду только принимать. Поэтому никакого отказа или какого-то саморазрушения. Ничего не будет. Даже как бы самопоездка. От чего врачи меня сейчас отговаривают. Она все равно будет... То есть я буду прислушиваться к врачам. А не так, что я сейчас психую или куда-то ухожу в себя. Ничего такого. А почему тогда отказывалась от лечения? Тогда тоже... Я думаю, что это все от безделья. То есть было слишком много свободного времени? Слишком много свободного времени. Я сейчас так анализирую. И после лечения что-то даже изменилось. Даже никогда, наверное, от себя не было такое, чтобы я так волновалась. Или слезы кидалась. А вот сейчас как-то по-женски... Все говорят, что это, возможно, как-то гормонально. Но я думаю, что может быть действительно как-то оправдывая себя. Думаю, что все это уйдет. Все это состоит. Вы прошли два курса, получается, терапии. Сколько еще предстоит? Что говорят врачи? Какие прогнозы дают? Хорошие. Хорошие. Если я... Во-первых, самое основное – это позитивное мышление. Любое лечение не будет приносить какой-то пользы, если в голове будет одно уныние или один страх, что все будет плохо. Нет, я думаю, что все будет хорошо и действительно при таком настрое... Все равно прогнозы оптимистичны и со стороны врачей, и со стороны меня. Да, я думаю, что все будет хорошо. Они настроены... Ну, как мне сказали, что они настроены прямо, что не хотят отпускать вас. Тем более в такой вот дальний Акинский район. Сколько ехать, да, часов. Какой уровень медицины. Как бы много вопросов назревает, конечно. Как вы в этом диалоге, что вы настаиваете? Вы спорите? Или вы просто молча слушаете? Да, вот буквально вчера был такой небольшой консилиум. Даже не то, что небольшой. Да, действительно, врачи апеллировали. То есть разными рекомендательными характерами. Ну и предлагали остаться, чтобы действительно пролечиться. И, может быть, по лету у меня такой настрой, что сейчас как раз таки не терять времени именно вот в это свободное окно не смогу. Да, я все приму. И обследование по максимуму сейчас. Но пока и решения свои уменьшить не буду. Да, это сложно. Я понимаю, что я выбрала территориально сложный и доступный район. То есть в плане проезда он не близкий. Действительно, да, это сложно. Я сама где-то, может, немножко боюсь вдруг. Но думаю, что не будет ничего плохого. И пока все хорошо. Кто с вами готов поехать? Мама что говорит? Нет, со мной поедут друзья, которые помогут завести мне вещи и продукты. А уедут обратно? И уедут обратно. То есть помогут наладить быт. То есть в течение трех дней. Ну, сколько их понадобится. Потому что само помещение. Это нужно отапливать все. Где-то физически помочь. И все. И дальше будет одиночество. Мама что говорит? Не волнуется. Потому что у меня есть опыт проживания в лесу. И в частном доме есть опыт. То есть я не еду на Абум. И это не безумная поездка. Она не экстремальная совершенно. Поэтому это будет совершенно деревенский быт обычный. Со здоровыми продуктами Акинского района. Поэтому все будет. Да. Мы знаем, что вы уже нашли какое-то жилье. Да. Сейчас остановилась на одном домике. Я думаю, если будут, конечно, варианты еще, буду рассматривать их. До середины февраля. Может, еще позже задержусь. Ну, ориентировочно я должна покинуть столицу в конце февраля. Может, действительно. Предлагают другие районы. И Тункинский, и Баргузинский. Да, вот. Гористые. Потому что все смотрят на мои пожелания. Но я не изменю своему решению АК. Это... Для меня это маленький Тибет. Ну, есть еще месяц. Мне кажется, активизируется, может быть, после этого интервью. Местные власти предложат вам более лучшие варианты. Нужно... Ну, представляем деревенский дом. Нужно топить печку. Нужно дрова заносить. Нужно заносить воду. И какие-то бытовые необходимые вещи делать. Да, нагрузки. Нагрузки они будут... Действительно будут. Но я их постараюсь с помощью друзей оптимизировать. То есть это будет... Я не смогу колыть дрова, я сразу это говорю. Но это будет буквально пару-три полешек. Это будет даже полезно, если я буду заносить их в дом. Маленькое ведерко за весь день. Я могу ходить сколько угодно. Времени у меня много. Это же наоборот все будет... Маленькая физическая нагрузка. Ничего тяжелого, ведрами. И я не буду себя насиловать на эти физические нагрузки. Все минимальное, все в пределах разумного. Чтобы наоборот пошло на пользу здоровью. Поэтому постараюсь так. Предварительно вот тот домик, который вы нашли, он находится не в деревне. Да, он находится между... Какая-то заивка. Двух сел, да. Называется это Фазенда. Их, видимо, много в Акинском районе. И я планирую остановиться на Фазенде, на берегу реки. Почему не в деревне, где можно обратиться к соседям, подружиться с ними? Да, я планирую выходить в саму деревню. И в Орлик планирую выходить. Но для перезагрузки нужна какая-то медитативная часть. Очищение себя от каких-то вредных привычек. И больше двигаться. То есть если у меня будут люди в близости, буквально в шаговой доступности, то я буду постоянно просить помощи. Это, наоборот, плохо. А здесь нужно... То есть нет никого рядом. То есть если кто-то ей приедет, то это будет время. Соответственно, делай сама. Будет именно такой смысл. Делай все сама. Ты можешь. А в городе нельзя этим заниматься? Ну, это, опять же, город. Все друзья, люди. Все дома близкие норовят помочь. Это забота, забота, забота. Ясно. Вам 32 года. Что вы можете сказать вообще о жизни, о болезни? Вот вы столкнулись с такой страшной болезнью. О людях. Вы достаточно взрослый человек, который оценивает взрослую тоже ситуацию. Мне кажется, что вы в общем можете сказать? О жизни? Ну, на все, конечно, надо смотреть трезво. Но, тем не менее, не бояться делать и не откладывать. Если вы хотите что-то сделать действительно стоящее и нужное, но даже если это не стоящее и не нужное, вы хотите забраться на Эверест, забирайтесь. Когда еще мы сможем. Пока есть время, да? Да. Вы будете снимать фильм? Да. Вы проанонсировали. Да, да, буду снимать фильм. Это будет фильм из мира мобильного кино. То есть я думала, конечно, как, что, у кого интересоваться, камеры какие. Но потом подумала, зачем, если я буду разбираться в этих делах долго, лучше взять мобильник хороший и начать снимать фильм. Вы снимали или раньше? Нет, никогда. Это будет фильм. Для меня, то есть от меня, это будет материал. А дальше я буду уже искать, кто смонтирует фильм сам. То есть это будет час, в котором будет рассказано, как и к какому результату мы пришли. То есть это все документальное такое вот в таком жанре. Да, документально. Как, что я ела, как готовила. Может, что-то интересное произойдет в поездке. Поэтому как прогулки какие-то, действительно, в общем, все, что будет полезно, интересно. Ну, смысл такой. Именно результат, с каким я сейчас уезжаю, настроем, какими результатами по медицинской части и как я приезжаю в конце. Полиартрит у вас уже 10 лет, да? Да, 10 лет. А как ограничивает ваши возможности вот сегодня? Как бы он мне никогда не мешал жить. Ну, вот сейчас после лечения, да, ограничивает жестко теперь. Что вы можете, что не можете, допустим? В магазине часто прошу кого-нибудь поднять что-то с полки. То есть вот подняйте руку высоко. Да, да, да. Тяжело, да? Тяжести, наверное. Где-то в силах какая-то немощность стала. То есть что-то поднять тяжело или физические нагрузки, то есть сами протезы, которые сейчас в теле сидят, это тоже же надо беречь. То есть даже в голове себя ограничивается много. То есть я не смогу, всё, стоп. Поэтому это... Я не сказала бы, что это совсем не ограничивает и делает совсем беспомощно. Всё можно разработать. И если я приду к какому-то знаменателю, где я буду совершенно хорошо себя чувствовать, было бы неплохо. Если кто-то из специалистов, ну, не только там онколог или ещё кто-то, из других специалистов, там, реабитологи, или ещё кто-то, кто даже занимается лечебной физкультурой, которые говорят, да, да, давай, да, ты можешь, да, рекомендуем. Пока вот в части пилиартрита нет таких специалистов, которые, да, будут рекомендовать. Все боятся, наверное. Да, есть такой страх. Ну, поэтому я по части именно костей больше и так везде полечилась по стране, и так в интернете болезнь предполагает именно движение. То есть если я буду сидеть, то есть я просто не буду двигаться. Соответственно, сейчас именно по костям я иду в правильное направление. Хорошо. В финансовая точка зрения? В финансах? В финансах сейчас немножко туговато в плане с моей стороны, но при поддержке родственников, друзей помогают. Даже незнакомые люди скидывали мне деньги на поддержку отечественного кинофильма. Это было очень мило. Вы примерно считали, сколько понадобится расходов на поездку? По самым суровым считала, да, и по самым таким экстремальным, если совершенно отправиться в красоты, например, заказывать те же конные, или автомобильные поездки. Пока их не рассматриваю, думаю, пока все пешком. Если так, в принципе, немного. Ну, в пределах сколько? Скольки тысяч? Ну, в пределах 50 тысяч на трехмесячный период по всему оборудованию, допустим. Ну, что-то, конечно, в кредит возьму, чтобы не совсем... не совсем прям быть без оборудования какого-то. Ну, а если вот так, по продуктам, по поездкам, по бензину, все-таки, я считаю, что где-то около 50 тысяч, надумаю, все нормально будет. Время есть еще, время есть. Какая-то сумма уже собрана. А если вы думали, если не получится? Если вот через два дня скажете, что я не могу... Да, это очень хороший опрос. Если не получится, я не буду доводить себя до такой ситуации, что я не смогу попросить помощи. Поэтому приеду через два-три дня и я не буду стесняться или что много было слов пафосных. Нет, я приеду. То есть, если вы почувствуете, что не справляетесь, то приедете. В этом месте, предварительно, который домик вы нашли, есть ли сотовая связь? Да, там есть сотовая связь. К сожалению, нету мобильной связи, а сотовая связь там есть. Интернета нету, да? Интернета нету. Он мне и не нужен будет. Мне нужна, главное, съемка. Съемка, я и тишина. Все. Ну и моя красота. Ясно, ладно. Спасибо большое, Зоя. Желаем вам здоровья. Спасибо большое. Сил, терпения и удачи большой. Желаю вам, чтобы вы съездили в Аку, посмотрели, поднялись на эти вулканы, приехали и уже рассказали нам первые впечатления от первого лица. Как вам Ака? Да, обязательно. Хорошо? Все будет хорошо. Договорились? Спасибо. Встречаемся летом в этой же студии тогда. Да, спасибо. Спасибо большое. С нами была Зоя Ангаренова. Это была программа «Актуальная тема». До свидания. Прямо. Актуальная тема. Удачи. 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 Ну и акуп. Удачи. Удачи.